Теория решения изобретательских задач Генриха Альтшуллера позволила решать задачи любой сложности без перебора вариантов. В её основе понятие идеального конечного результата. То есть изобретатель предложил не двигаться от проблеми к поиску её решения, как это было раньше, а наоборот, вообразив самый лучший способ её решения, двигаться от конца к началу. Впервые в мире в 1971 году в Баку Генрихом Альтшуллером был основан Азербайджанский общественный институт изобретательского творчества. Сегодня последователи его теории востребованы во всём мире. Сейчас для нас сам Альтшуллер стал таким примером, такой энергией, благодаря которой мы можем предпринимать новые шаги. Поэтому всё-таки для меня, моё мнение состоит в том, что главным для нас, для всех, для нашей цивилизации, для людей, для семьи, для государства, это являются люди. Их желания, их устремление к новым каким-то совершениям. Идеи изобретателя часто далеко выходили за рамки возможностей настоящего. И в 1957 году под псевдонимом Генрих Альтов он дебютировал как писатель-фантаст. За годы творчества им были изданы десятки книг, благодаря чему во второй половине 20 века к лучшим школам научной фантастики в СССР, таким как Московская и Ленинградская, присоединилась и Бакинская. Этой книге 55 лет. Она была изнана в 1961 году. Это книга Генриха Альтшуллера «Легенды о звёздных капитанах». Сегодня принёс показать её, напомнить о тех временах и напомнить, какой это был человек. Какой человек, какой гений, какие мысли, какие образы. Вот 55 лет, а книга читается до сих пор с интересом. 15 октября, в день рождения изобретателя, отмечается Международный день теории решения изобретательских задач. Идеи Генриха Альтшуллера сегодня активно развиваются его последователями по всему миру и широко используются мировыми лидерами в сфере инноваций, как Siemens, Intel и Samsung. Лила Курбанова, Руслан Джафаров, CBC.